итак продолжение следует после еще одного митинга который сейчас происходит возле офиса президента подъезжает еще один митинг я не знаю я не знаю что это за ребята приезжают и что это за люди так что это вижу мимоя освіти Министерство пропаганды друзья можно музыку немного тихийше тут такая справа полиция для того чтобы мы отримали от них абсолютно антизаконный дозвіл прийти до банковой вимагаю что мы все должны показать им свои речи на предмет каких-то незаконных речевин все мы тут освещенные люди и если кто-то мне подскажет статю закону в которой прописана така норма то я вам буду очень благодарна потому что мне она не это неизвестно я пропоную колонии подъехать трошечки ближе и поделиться в обличье этих полицейских которые решили что для закону им власне закон не потребен а достатки только каких-то слов это просто смешно и ганебно в цивилизованом ганебно в госпитале Служить не значит прислуживать! Пропустите! 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 Конкурс 85. Демократична сапира хоче пройти без поверхневого огляду. Пропустите! 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 Добрый Tipp! Пропустите! Давайте нам мирно пройти Что вы проведете? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, это Украина Я чувствую сейчас может быть начаться здесь конечно не очень хорошая вещь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ни полицейский держави ДимаTorzok 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 у своего проекта яценюка и бурбака ну а они очень сильно кают авакова кричат про черта пытаются пройти сюда чтобы их не обыскали что мы маем свою думку что у нас друзья у нас есть конституция украины я гарантует каждому гражданин украины право вильно пересуватись территории украины сам и зараз отбывается абсолютное порушение наших прав и к нам гарантует конституция мы просто закликаем вас пить иди трошечки ближе до паркану ближе чтобы зеленский и закрывался за кордонами полиции трошечки вот как побачил написать на плакатах и зрозумяется пришли студенты на каких он выгнал снова полицию не вистачает теньки шаломи впервые то чтобы нас загонять вот это ж так страшно стоять до тебя пришли студенты я хочу науки Аниш Карлеп это что ж традиционное обучение а а а а а а а а в общем пытаются пройти к тому митингу присоединиться по еще полиция идет смотрите еще целый отряд полиции это потому что сейчас ходят с этого сверху нарад и сюда идут люди и они еще тянут сюда чувствую скоро здесь будет жарко вот видите еще один получается вот парни стоят уже готовы накинуться с кулаками и вот следующие слушайте реально сейчас город Киев опустеет от полиции вся полиция будет на банковой уже полиции больше намного чем людей так вот оказывается 2,5 миллиарда гривен дополнительных от медиков у полиции видите поэтому очень много и короче пройти уже практически на банково сейчас нереально потому что столько полиции наверное во всем городе несколько сейчас здесь собрались и и и и друзья я прошу вас подавить если вы стоите в обличном администрации по левую руку вы видите что пригнали еще беркутни значит они нас боятся они боятся следовать закону и значит что кто-то в администрации есть давайте передам этому кто-то Зеленский выходь Зеленский выходь Да слушайте нормально полиции нагнали сегодня сейчас наверно самая безопасная территория в городе Киеве это здесь там еще люди подтянулись с той стороны я не могу вам показать потому что столько полиции Пожалуйста, работники полиции, которые сейчас уничтожают руху граждан Украины, показать нам свои подсвечения и представить. Вы не были безликими воинами Зеленского. У вас есть обязательства. Если вы нам не даете двигаться, пожалуйста, представьтесь и назвать представьтесь такой поведения. Палим! 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 Сейчас мы все видим, как полиция не представляет. Это решение в Конституции, решение закону Украины про национальную полицию. Полицию! Гей! Продолжение следует... 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 Друзья, если полиция хочет нас оглянуть, хорошо, хай сделает нам достатный коридор, чтобы мы пришли и повернемо нас оглядать. Давайте так сделаем, оставить коридори, мы пройдем на сферу. До внимания, друзья, есть? До внимания, минуту, минуту, помолчить, пожалуйста. Есть у кого нет рюкзаков, пожалуйста, в первую очередь пройдите у кого нет рюкзаков. Перший люстанька, який вильний, який вильний, вильний, без речей, будь ласка. Есть без рюкзаков, проходьте в первую линию и проходьте, вильно проходьте, полиция, до ваги. Ну там принцип, они хотят пройти без поверхного осмотра, да. На какой подставе и все остальное, видишь? Что это, працівник полиции, мне сказали, что оно не должно быть поднимать на них, что оно может быть. Ну естественно, хотят просто пробиться сюда без осмотра. То есть працівник полиции просто вырешен, что он не должен иметь законных подставок. Ну, ему голову что-то сухало, и на подставе... Мы можем, да, идти. Под верховную? Я думаю, под... Ну идем под верховную. Ну идем, идем. Повторю. Шановні студенты, шановна молодь, будь ласка. В голову є забору. Можно, можно, мы выходим, мы выходим, мы выходим, мы выходим. И, перши, чтобы вы до тех пор ходите, полиция дроби, не прохожу. По линии, аформуйте у нас на коробе. Ну, собственно, не так уже много людей, но могли бы спокойно себе показать, что у них там есть внутри, и бы попропустили. Ну, в общем, мы сейчас двигаемся в Верховную Раду, и потом включимся возле Министерства МОЗ. Хотим все-таки добиться встречи с кем-либо. И вот группа активных людей, которая приехала с Черновцов, для того, чтобы рассказать, что же творится все-таки в Черновцах напрямую нашему министру, который обещал. Сейчас мы спросим. Петь, а скажи мне, вот то, что министр обещал, Степанов. Люди спрашивают, говорят, вы будете идти в подмосток. Что-то он сделал, свои обещания выполнены тогда, когда был Аваков, Степанов, у вас Черновцах? Сейчас те документы, которые я передал Авакову, уже есть ответ из ДБР, что они взяли уже на расследование, до уваги взяли. А по медицине, наоборот, еще гірше стало. Что по медицине случилось в Черновцах после приезда Степанова? Да, ничего. Они сделали вот этот ветр такой, подшаманили все, гроши выдали, а на самом деле оно все, как было, так и повернулося в то же русло, что было до того. Ну, то есть абсолютно после Степанова ничего не повернули? Показуху сделали, вот и все. Но медики телефонуют, медики все-таки рассказывают, что действительно нет того, что обещали и не выполнены все эти обещания. А ты говоришь, что зарплаты дали. Какие деньги дали медикам в Черновцах? Они дали за два месяца только, полностью всю зарплату не выплатили им. Поэтому не выполнены те условия и не выполнены те слова, которые дал сам министр. Ну, я предлагаю сходить сейчас к министру. Одне, что у нас уже есть репортаж, что объявляется будет уже конкурс на психиатричную лекарню. То, что мы просили. А, то есть тогда, когда поставили у того главврача, который незаконно поедет? Так, теперь уже собираются комиссии, на сайте областной ради уже был оглашен, про то, что будет конкурс на психиатричную лекарню. А. На гендиректора. До речи, конкурсы, как были, не проводили, так и есть по моему конкурсу. То, что я подавал документы, чтобы особо доказаться в этом. То, что самое интересное, что глава областной ради, пан Мунтян, который встретил меня в стенах областной облдержадміністрации, с таким подавом, говорит, что ты хочешь быть директором? Да, нет вопросов. То есть, он готов на все. То есть, чтобы ты просто закрил рот, тебе готовы дать вложенную запросу, без конкурса, без ничего. Потому что там достаточно много интересного, чего сейчас происходит. Там уже икру проверяют этот заклад, и выявляют, там, сейчас пока что не могу говорить, но с часом, там, певным, коротким, найкоротший термін, информация будет доступна, будет знать, как там отмиваются деньги. Особенно те деньги, которые допомогу передали. Фонды, там, по 200 тысяч гривен. Вот. И эти деньги не имели цельного призначения. То есть, я правильно понимаю, что, если ты активный гражданин и сможешь там проявлять какую-то активную позицию, то тебя готово, в принципе, купить, чтобы ты закрил рот. Ну, как я понимаю. Да, да. Мало того, от я уже зараз приедемо, и я все-таки буду писать заяву поищу до перешкоджания моей журналистической деятельности, потому что третьи, вот, девчата не дадут сброхати, третьи, мы уже взверталися, я письмово надав запад, и так же подходили до юридичного віддала, чтобы они нам надали ответ. Вони, да-да-да, завтра-послезавтра, завтра-послезавтра, и вот это уже месяц, часу, они ответ не надали. А вот эта ответственность относится, как раз, Осадчука, и достаточно интересная ответственность может быть. Я понял. Антон, давайте, на вся такая ситуация склалась. После приезда к министру, произошло два суда. По санаториусу Дгора и по Манчеленко, апеллясинцу. Два суда были нам и выигрышные. Манчеленко, с ним трудовые отношения разъянные, но с Минской Радой, так как заклад переходил из Минского подпорядкувания в областное. Да. Но пані Маковецька, пані Мунцяномчицька, с усіма участниками облдержадміністрации и ОДА разом, чтобы никто не сказал, что я упередена до певных персон, не хотят проводить прозорий конкурс на перинатальный. Сейчас по чуть-чуть к нам собираются приехать президент. Черновцы? Да. А когда он у вас там будет? Кажут, между 5 и 7. Вот они пытались в санаторий Садгуру сделать ремонтики косметичные. Туда детей с Притулка. Сейчас Тетяна Чобан под стенами ОДА также на митинге. А это будет 100% информация, что у вас делится? Не 100% информация, но очень большие движения в ОДА. Они так выглядят, знаешь, как они ликвидировали протитуберкульозный детский санаторий. Туда детей хотят с Притулку. Вот, а мы же не такие поганные, это все наклип. Но на самом деле это просто они прикрываются. Но, смотрите, есть два виграшных суда. ОДА, облрада подала на апелляцию. Суда, который был по санаторию Садгура. А они делают все, чтобы знищить детский протитуберкульозный санаторий. Нет, так это не только же у вас в Черновцах. Это по всей Украине. Но целое направлено. Настолько вчипиться в этот заклад. Ты был на этой территории и ты бачил все. О, территория нужна постройку. Я понял. Но, дорогие друзья, тогда я сейчас пока временно выключусь. Мы подойдем к Верховному Совету. Попробуем достучаться до кого-то там. Если не достучимся, то пойдем в мой любимый МОЗ. С плакатами, с людьми. Те, которые лично общались с министром Степановым. Вы, может, помните тогда Черновца. Где Степанов им много чего наобещал. Я очень хочу заснять и показать вам, как будут помощники Степанова. Либо, может быть, повезет нам сам Степанов оправдываться. Рассказывать, что еще немножко, еще чуть-чуть, и мы все сделаем. Мегафон? Зачем мегафон? У меня есть голос такой хороший, добротный. Я смогу достучаться до людей. Так что все. Встретимся чуть попозже.